Доброго всем дня на канале Дандробанная Сталинграда. Сегодня у нас 7 мая. Мы как бы, ну, подвести итог наших экспериментов с триходермой. Мы рассказали, как мы выращиваем триходерму, размножаем ее. И как мы заражаем триходермой вот эти вот отруби. Вот они зараженные, триходермы, отруби. И я ими кормлю. Ну вот, решили проверить, много спрашивают тоже, можно ли вот заплесневым хлебом кормить. Ну, у нас заплесневый, белый хлеб, специальная плесень. Это вот пророщенная триходерма. Тут уже еще один вид появился, какой-то горчичного цвета. Зеленая, ярко-зеленая, белая. Какой только ее тут нет. Все цвета радуги. Мы сейчас что сделаем? Вот здесь вот, вот это ящик у нас. Мы просто сейчас сюда в ряд кусочек положим. Это хлеб. Хлеб с нарощенной триходермой. И вот так вот сейчас я здесь разложу его. Это, кстати, о хлебе. Да, можно, заплесенный хлеб можно. Но надо быть уверенным, что у вас там выросла правильная плесень. Вот она какая. Непатогенная. Да, непатогенная. Если триходерма там проросла, или вы смогли ее, как мы, вот так вот переселить, вот на хлебушек. Вот он. Вот сейчас мы этот кусочек возьмем немножко. Вот он хлеб. Он аж пылит. Она влагу выедает в момент. Вот. А в ведре пахнет чем? А в ведре пахнет лекарством. 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 Запах лекарства такого. Какого-то, ну, лекарства. Что-то хорошее, приятный такой запах. Вот так вот я ее сюда завожу несколько кусочков. Она пылит, аж пыльца с нее идет. Немножко. И увлажню. А завтра мы посмотрим. Я начал было. Вот здесь я уже ложил. Вот так увлажню ее и закопаю, как я всегда, кормлю в ряды. Я в ряды, конечно, стараюсь, чтобы разбивать с торфом. Ну, ладно. Вот здесь у меня лежит. Вот она. Вот, лежит уже. Это я начал ложить, а потом все-таки решил снять. Вот. Вот этот ящик у меня единственный ящик со светлым агроспадом. Примечательный. Номер у него 87-й. Вот здесь мы написали трихо и крестик поставили. И завтра мы на это дело глянем. Ну, вот сутки прошли, где мы раскладывали хлебушек с триходермой. Вот. Вот сюда мы ложили хлебушек с триходермой. Вот. Ну, что сказать. Он подсох чуть-чуть, надо его увлажнить. Он здесь червячок. Нравится ему триходерма. Вот он весь. Весь собрался. Кстати, этот вот, эти ящики, субстрат был приготовлен с метарезином. Плюс триходерма. Я хочу что сказать. Это два гриба. Конфликта здесь никакого. Прекрасно работают. Насекомых нету. И она триходерма, по-моему, тоже почти что так же, как метарезин работает. Поэтому вот так вот. Значит, что? Значит, все у нас хорошо. Вот. Один из маточников, который был, ну, этому маточнику, март, уже больше года. Вот. Мне сделали замечание, что я ворошеного червя показываю. Ну, миленько с ними. Ну, видно, вон их ходы. Ничего я не ворошил. Вот этот червячок уже идет под замену субстрата. Мы его прокормили триходермкой. Был, ну, поверьте, я не помню даже. Снимали мы за несколько раз ролик. Показывал я его, когда он был угнетенный такой. Ну, этот вот уже на замену, уже переелся. Вот такой вот червячок. Этот уже переел очень хорошо. Коконы есть немножечко. Вот они, вот они, вот они. Ну, хочу сказать, что мы, когда вот все это дело делали, коконов немножко у них убавляется. Ну, червячок стал более-менее такой активный. Сейчас его свежий субстрат, он совсем будет хороший. Вот такой вот червячок. Ну, как бы, подведя небольшой итог, он уже был, остановился в росте, был немножко угнетенный. Появлялись трупики. Ну, вот уже сегодня я кормил с прошлого кормления. Я этот ящик специально не трогал. Вот, коконы есть, но коконов меньше. Будем наблюдать дальше, связанное с триходермой или с его каким-то неким выздоровлением. Не знаю точно, что сказать. Коконов меньше чуть-чуть. Но червячок стал другой. И вот с прошлого раза в этом ящике уже не было. Ну, пора менять. Он как бы тяжеловатый, ему уже субстрат перееденный. Да, пора менять. Он 8-го, 7-го сегодня. Завтра я его буду менять. Червячок немножечко оклемался из прошлого кормления. В этом ящике, как вы видели, трупика не было ни одного. Значит, вывод маленький. Надо использовать грибы. Надо использовать бактерии. При возможности, какие мы можем вырастить, заселить. В данном случае триходерма. В данном случае, так, теперь я буду использовать и дрожжи, пьяные отруби. Ну, системку налажусь, расскажу позже. Всем пока. Счастья, любви, здоровья. Удачи и терпения в нашем нелёком деле.